Всем привет! меня зовут женара, это видео мастер-класс по вязанию маленькой сумочки клатч из трикотажной пряжи вот такую сумочку мы свяжем на мастер-классе по размеру она небольшая, примерно высота 16 сантиметров, длина 24 сантиметра внутри застежка, магнитная кнопочка также у меня на канале вы найдете видео о том, как шить подкладку с молнией для такой модели сумочки ручка здесь цепочка, также можно сделать вязаную ручку у меня на канале есть несколько видео по вязанию различных видов ручек из трикотажной пряжи и шнура и вот такую кисточку я сделала для сумочки также обратите внимание на вот такой красивый узор, которым связана сумочка в этом мастер-классе мы подробно рассмотрим и я покажу, как вязать этот узор из трикотажной пряжи желаю вам приятного вязания материалы для вязания сумочки трикотажная пряжа алтын, цвет былис, 1 моток в мотке 330-350 грамм толщина нити 7-9 миллиметров, 100 метров крючок номер 6 для основного вязания магнитная кнопочка пришивная карабин для кисточки два колечка 20 миллиметров и цепочка с карабинами 120 сантиметров начинаем вязание берем пряжу и разматриваем на несколько метров вперед затем хорошенько растягиваем и так делаем в процессе вязания оставляем кончик нити сантиметров 5 набираем цепочку 20 воздушных петель набрали 20 петелек теперь первую петельку пропускаем вводим крючок в следующую петлю и делаем столбик без накида продолжаем вязать до конца цепочки все равно 18 петель и вяжем крючком последнюю петлю пока не вяжем крючком связали 18 петель последняя петля вяжем крючком 3 столбика в одно основание 1 2 3 3 переходим на другую сторону вводим крючок вот сюда в первую петельку кончик нити над крючком и вяжем теперь 18 столбиков без накида по этой стороне закончили теперь закрываем ряд вынимаем крючок и вводим крючок вот сюда в первую петельку заводим петельку на изнаночную сторону надо слегка здесь затянуть придерживаем петлю теперь ввожу крючок вот тут между первой и последней петлями ровно вот под этим местом где прошла у нас вот эта петля и одеваю петлю на крючок теперь провязываем одну воздушную петельку и далее продолжаем вязать без прибавок вводим крючок под основные петли здесь на повороте тоже вяжем без прибавок просто вводим крючок под основные петли провязываем провяжите сначала так а потом выверните так чтобы у вас лицевая сторона смотрела наружу и продолжаем вязать закончили второй ряд смотрим чтобы внешняя сторона смотрела наружу а изнаночная вовнутрь вот такой получается у нас донышко сумки закрываем ряд здесь уже мы делаем немножко иначе завели петельку наизнанку и делаем воздушную петлю на изнаночной стороне и теперь мы будем далее вязать узор вот в эту петлю ровно в галочку провязываем столбик без накида ровно посередине петельки и далее вяжем узор вводим крючок в основании вот этой петли вот сюда провязываем длинную петельку провязываем длинную петельку затем одну петлю пропускаем в следующую петлю ее основание провязываем вторую длинную петлю на крючке 3 петли и провязываем их одной петелькой теперь вот у этой петли наверху есть галочка в нее вводим крючок ровно посередине и провязываем столбик без накида и теперь все время повторяем этот узор опять вводим крючок вот сюда в основание этой же петли провязываем одну петлю длинную затем одну пропускаем следующую на крючке 3 петли провязываем одной теперь вот у этой петли над ней в галочку провязываем столбик без накида и так далее и так продолжаем вязать до конца ряда у нас должен получаться вот такой узор как девочки вот мы с вами провязали по кругу весь узор и подошли к последнему рапорту узора обратите внимание вот я связала короткую петлю теперь у меня вот здесь осталась одна петля до конца ряда вводим крючок в основание вот этой петли предпоследней вытягиваем длинную петельку и затем вот эту петлю не трогаем вот сюда в начало ряда вводим крючок и провязываем в основание первой петли и все вот мы с вами связали последний раппорт узора видите треугольники полностью замкнулись вот первый вот последний теперь закрываем ряд вводим крючок вот сюда под первую петельку заводим на изнанку здесь хорошо затяните делаем воздушную петельку на изнаночной стороне и вот у нас первая петля вводим крючок в середину этой петли провязываем петельку вперед и провязываем заднюю через переднюю и это у нас уже петля следующего ряда теперь давайте посмотрим на наш первый ряд вот он у нас связанный ряд всего здесь по окружности у нас 42 петли и 21 раппорт узора вот так считаем раппорты 1 2 3 4 и так далее всего 21 раппорт продолжаем вязание далее все ряды вяжем одинаково вводим крючок в основании вот этой петельки провязываем длинную петлю и теперь в основании вот этой петли и тоже провязываем длинную петлю вот так теперь в середину вот этой петельки здесь тоже ровно посередине крючок выходит и здесь одна коротенькая петля и теперь повторяем раппорт здесь уже видно рисунок вот в середину вот этой петли провязываем длинные петли и одна короткая там т.к. 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 продолжаем вязание по окружности до конца ряда связала второй ряд узора и теперь продолжаем вязание на необходимую на высоту закончили, связали 12 рядов узора и получается вот такая сумочка теперь осталось сделать только обвязку сверху для этого закрываем ряд здесь мы сделаем немного иначе разделите петельку на 2 части захватите только одну полупетлю оденьте петлю на крючок с внутренней стороны и вытяните одну петельку вперед теперь вводим крючок только за полупетли и провязываем соединительные столбики и так продолжаем вязать продолжаем вязать до конца ряда и вот связали по кругу один ряд при желании можете продолжить связать широкую планку например 4 или 5 рядов просто вяжем по спирали либо можно вот здесь остановиться отрезаем кончик нити не точку вытягиваем из петли и закрываем последнюю петельку нитку можно опустить сюда вниз и спрятать внутри петелек узора и спрятать внутри петелек узора вот такая сумочка по размеру у нас получается высота 16 см длина 24 см пришиваем магнитную кнопку берем нитку иголку у меня это мононить прозрачная нитка прикладываем кнопочку в середине сумки либо можно взять например две кнопочки и пришить их вот так с двух сторон я буду пришивать одну кнопку и так прикладываем кнопку ровно по середине нитку вначале закрепляем под кнопкой и затем каждое отверстие по отдельности пришиваем к сумочке чтобы она была убавлена ена оба и так далее на свете и так далее оба не Продолжение следует... 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 Продолжение следует...